всем привет а сейчас будет наверное эпический зашквар но все по порядку вижу значит внесенный законопроект под номером 2628 ссылочку я оставлю в описании на карточку законопроекта можете перейти и самостоятельно ознакомиться это для тех кто не верит думать что там что-то выдумывают люди ютубе просто зайдете откройте посмотрите все материалы и поймете что я говорю вам правду так согласно данного законопроекта называется он интересное интересно называется так о внесении изменений в бюджетный кодекс относительно усиления ответственности за нарушение правил остановки стоянки транспортных средств казалось бы по названию закона предполагается что изменения должны коснуться только бюджетного кодекса но нет бюджетный кодекс да действительно написано что вносится такие изменения что штрафы вот от таких нарушений должны распределяться соответствующим образом 30 процентов год бюджет 70 процентов местный бюджет но это общем такое там еще предусмотрено как там разметку они хотят по-новому наносить еще какие-то моменты но это уже не совсем интересно самое интересное начинается там где они начинают предлагать вносить изменения в купол то есть как она соотносится с названием законопроекта ну непонятно это не бюджетный кодекс ну ладно бог с ним и так статью 122 хотят внести несколько изменений сода стройку по части увеличения штраф конечно же понимать ничего другого придумать они не могут вот смотрите за нарушение правил остановки и стоянки предлагают поднять ответственность если у нас на сегодняшний день ответственность составляет 15 и 30 необлагаемых минимумов 15 это если нарушены правила остановки и стоянки а 30 необлагаемых минимум если при этом же нарушений созданы препятствия для дорожного движения либо опасность для дорожного движения если в деньгах то это получается 255 гривен и 510 гривен соответственно все это они вычеркивают и выводят в отдельный пункт просто нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств и предлагают ввести штраф в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан а это 3400 гривен представляете жесть просто молодцы как как еще наполнять бюджет но и это еще не самое интересное я думаю вы все слышали я сейчас не помню по моему то ли в конце прошлого года либо уже в этом году вносили изменения в части такого нарушения правил остановки и стоянки как парковка на месте для ну которая предусмотрена для парковки людей с инвалидностью вы помните тогда подняли штраф и действительно этот штраф подняли вплоть до 100 необлагаемых минимумов и что составляло соответственно 1700 гривен это все так у всех типа должно было напугать но вот эти вот ребят но это вносили вот те предыдущие реформаторы злобные да аля герасченко и же с ними а сейчас это у нас вот совсем другие реформаторы и они предлагают ввести другую норму если раньше вот как я вам говорил от 60 до 100 необлагаемых минимум то есть до 1700 гривен потолок то вот этим законопроектом предлагают поднять штраф за данное нарушение приготовьтесь в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан две тысячи умножайте на 17 и вы получаете оба 34 тысячи гривен если вы встанете на место которое предусмотрено для людей с инвалидностью 34 тысячи гривен по сто тридцатый за пьянку за рулем до за управление в нетрезвом состоянии предусмотрен штраф первый раз 10 тысяч второй раз в течение года 20 тысяч только на третий раз в течение года если вы управляете не 3 в нетрезвом состоянии вас поймали и оформили это 40 тысяч то есть только лишь с третьего раза штраф по сто тридцатой будет выше нежели предлагается за такое вот нарушение просто трэш какой-то я не знаю серьезно вы серьезно это вот написали я читал думаю вы совсем с ума выжили чего твит две тысячи 34 тысячи гривен не но вы серьезно причем что интересно эту статью они то есть это уже часть там или пятая часть 5 часть статьи 122 они эту часть отдают на откуп кому полиции то есть именно полиция будет составлять постановление по части 5 и вменять 34 тысячи гривен всем тем кто стал на место для инвалидов для людей с инвалидностью простите так у нас звучит сейчас в законодательстве как вы думаете если вот эту норму примут чем будут заниматься у нас полицейские да они будут стоять на этих местах а проще всего это подъехать к любому там большому супермаркет я буквально там день-два назад был возле одного из таких огромная площадь и вот наверное мест 30 ближайших да ко входу со специальными обозначениями как раз для людей с инвалидностью и там ну может с десяток автомобилей стоит до нарушителей вопросов нет наказать но десяток вот таких вот автомобилей это триста сорок тысяч гривен в бюджет вы представляете это трэш трэш какой-то нельзя как-то подумать наверное как эту как-то эту ситуацию решить ну потому что ну хорошо вот формально есть нарушение человек стал на место которое для предусмотрено для водителя с инвалидностью при этом еще 20 мест пустую вопрос простой человек когда он формально он нарушил но фактически чьи права он задел кому он помешал непонятно опять-таки с другой стороны если посмотреть если все места заняты да тогда как бы уже другой вопрос и вот между одним и вторым нужно найти какую-то золотую середину может вообще делать отдельный какой-то скажем заезд для вот автомобилистов которые с инвалидность по карточкам какие-то по предъявлению удостоверения но не знаю ну как-то можно это сделать более разумно у нас получается вот так вот ездит ездить человек блины бывает даже просто тупанул на тупанул и стал разметка плохо нанесена плохая видимость стал на месте на котором нельзя стоять 34 тысячи гривен вы вдумайтесь это просто идиотизм полный но и это еще не все все будет сейчас все будет сейчас потому что сейчас я вам покажу список народных депутатов которые являются инициаторами данного законопроекта вот сразу скажу их 11 человек все они являются членами фракции слуга народа и кто бы вы думали находится среди них да александр куницкий я не понимаю как можно так быстро из защитника прав автолюбителей превратиться в реформатора серьезно александр ну серьезно ты инициатор данного законопроекта один из до соавтор серьезно я не понимаю как так может быть 2018 год александр рассуждает об одном из законопроектов которые предыдущие реформаторы вносили верховную раду значит за управление автобесправ наконец-то увеличили сумму правда увеличили до нереальных размеров до 10 тысяч 200 гривен это нереальная вообще цифра я считаю 10 тысяч 200 гривен на дороге не валяется это не маленькие деньги 10 тысяч гривен для александра вот год назад были нереальной суммы да ну не я думаю у него эти деньги есть вопросов нет но я так понимаю он исходил из того что это нереальная сумма для вот водителей да для обычных людей для обычных но 34 тысячи гривен я так понимаю теперь по мнению александра это вполне нормальная сумма да и вот он говорит 10 тысяч на дороге не валяются от 34 наверное тысячи на дороге таки валяются если кто-то знает я думаю что александр не знает да но если кто-то вот из вас а кто смотрит сейчас это видео знает где 34 тысячи гривен валяются вы напишите в комментариях я думаю много желающих найдется поехать и найти там эти 34 тысячи гривен и хотя бы один раз нарушить данное правило жесть реформаторы и что еще самое интересное поскольку вот они сначала вводили автоматическую фиксацию потом не смогли справиться с этой задачей в принципе и начали додумывать и додумали это до того что в кубапе это все написано можете открыть и почитать если вы мне не верите что хотя ну фиксировать некоторые правонарушения они придумали при помощи фото видео фиксации не автоматической а просто фото видео фиксации то есть подъезжает полицейский щелкает несколько фотографий человека который стоит вот на таком месте для водителя с инвалидностью все пишет постанову и привет семье и постанова летит знаете кому да вы догадались собственнику автомобиля а не водителю понимаете уровень треша ну есть да бывает такое что несколько людей пользуются одним автомобилем человек поехал специально либо не специально тупанул стал на месте для автомобилиста с инвалидностью а штраф 34 тысячи прилетел собственник это справедливо скажите мне пожалуйста это действительно справедливо и вот у меня к александру все-таки вопрос александр вот ты за это боролся серьезно